Ну это же чудо, а! Смотри, волна пошла, да? Был бы я серфер, я бы в этой волне так прокатился. Ждем Пасху! Праздник весны, радости, мира и любви. Разговеемся по-семейному. А потом поприкалываемся, время будет. Приготовим курник с индейкой и блинами. Знаменитый многослойный русский пирог. Если вы думаете, что курник от слова курица, это заблуждение. Перепелок с пряной капустой. Нарядное блюдо для праздничного стола, как в ресторане. Перепелки сейчас продаются, в супермаркете легко купить. Испечем быстрый и очень вкусный кулич с самым нарядным декором. Сделаю супер стиль. Начнем с мха. И, конечно, покрасим яйца. Краски сделаем из капусты, петрушки, специй и чая. Смотри! По десятибалльной шкале на сколько? Двадцать. Доброе утро! Скоро Пасха. И это удивительный праздник. Даже если вы глубоко не вникаете в религиозный смысл праздника, дома у вас в этот день все равно будут крашеные яйца, куличи и радостное светлое настроение. А ближайшую неделю вы перевернете интернет в поисках лучших рецептов и декора для пасхальных блюд. Сэкономлю ваше время и покажу и кулич, и декор, и яйца покрасим, и еще пирог испечем. Начнем с пирога. Приготовим пасхальный курник с индейкой и блинами. Если вы думаете, что курник от слова «курица» — это заблуждение. Курник — это русский закрытый пирог из нескольких слоев теста и нескольких начинок. И начинки могут быть какими угодно. Есть два объяснения, почему курник называется курником. Первое — от слова «курень». Так называли казачьи жилища и поселения казаков. И второе — на верхушке пирога делают отверстие, из которого курица горячий пар. Снаружи тесто, посерединке будет начинка разная, а еще между этими начинками будут блинчики. Это особый русский шедевр. Вот начинки и сделаем в первую очередь, ведь их аж три в курнике. Первое будет с яйцами, петрушкой и рисом. Он уже готовый, отварной, остывший. Он должен быть у вас желательно такой, знаете, чуть-чуть рассыпчатый. Как рис варить, не буду вас учить, ладно? Потому что нам сейчас не до этого, тут и так много дел. Рис варите заранее. Теперь режем вареные яйца. Вот такими вот кусочками, небольшими кубиками. Сразу скажу, выпечка не самая легкая. Ну, то есть тут надо как бы повозиться, руку набить. Но, слушайте, я же знаю, все любят печь, все любят добиваться результата. Как же в нашей-то стране пирог испечь или что-нибудь забористое, интересное? Всем нравится эта затея? А я подскажу, как минимизировать усилия, но сохранить при этом вкус. А главное, сделать наш курник невероятно красивым. Далее в рис отправляем яйца. Опа! И тут даже рубим петрушку. И перемешиваем. Первая начинка готова. Рис, яйцо и петрушку. Делаем вторую начинку из шампиньонов. Разогреваем сковородку. Наливаем маслица. Маслица можете побольше наливать. Жириночка лишняя появится, курник будет вкуснее и сочнее. Шампиньоны режем крупно. Не мельчите. У нас все равно грибы потом во время жарки выделят свой сок и станут гораздо меньше. Чуть-чуть подсаливаем. Свежемолотого перчика. Эти грибочки сразу уменьшились, поджарились. Красивые такие, классные. Слишком сильно грибы не надо жарить. Вот эта сочность нам еще и пригодится. Перекладываем в тарелочку. И отставляем в сторонку. В грибочки я еще кое-что добавлю, но чуть-чуть попозже. Пускай подостынет. Делаем третью начинку. Она будет из индейки. На сковородочку масло и отправляем туда обжариваться фарш из индейки. Вот так вот. Представьте, курник с индейкой будет. Очень круто, кстати, получится. У нас и грибочки, и рис, и индейка. Сразу мешайте, чтобы у вас одна большая котлетка не получилась, чтобы он все-таки рассыпчатый был. Немножко свежемолотого перчика. Фарш пересушивать не надо. Подсолили пару минут и перекладываем в тарелку. Туда нужно добавить зеленый лук. С ним будет очень здорово и вкусно. Только добавляйте, когда у вас уже прямо вот горячая еще индейка. Практически сразу, не ждите. Опа! Перемешиваем. Вот она вкуснятина. Красота какая, да? Индеечка у нас нежная, вкусная. И теперь лучок отдает свой аромат. Грибочки остыли. Смотрите, ложку сметаны туда. Хлоп! И теперь у нас грибочки будут такие нежные, сметанные, вкусные и красивые. Замешали и в сторонку. Все три начинки готовы. Самое время делать блины. Здесь я не буду вам показывать технологию идеальных блинов. Все просто. Любые спеките, любые сюда подойдут. Потому что все начинка будет сочной, она блины пропитает, и они будут мягкие и нежные. У меня молочко. Одно куриное яйцо. Обязательно. Щепотка соли. Немножко сахарного песочка. Раз. Два. Перемешивайте. Теперь добавляем муку. Венчиком по стеночкам, чтобы не было комочков. И в конце немножко подсолнечного масла, прям в тесто. Все, одна минута и тесто готово. Разогреваем хорошенько блинную сковородку. Масло можно не смазывать. В тесто уже подсолнечное добавили. Вот так вот. Опа. И здесь не надо нам делать супер тоненькие блинчики. Пускай будут потолще чуть-чуть. Чтобы он сок в себя впитывал. Весь, который будет выделять продукты. Там же грибочки сочные со сметанкой, индейка. Переворачиваем на другую сторону. Чик. Все. Блин готов. Так нажарили все блинчики. Убираем их в сторону остывать. И начинаем раскатывать тесто. Размороженное тесто. Слоеное. Бездрожжевое. Оно продается вот в таких вот квадратиках. На стол немножко подсыпаем муку, чтобы у вас тесто не прилипало. Делаем квадрат. В одну сторону. В другую сторону. Раньше курники делали из обычного, знаете, такого пресного сухого теста. Вода, мука, соль. А потом стали делать из разного теста. И вот сейчас у нас, видите, такой гастрономичный вариант. Из слоеного. Да и быстрее так. Далее противень от духовки. Туда кладете пергамент. Формовать будем прямо на нем. Тесто раскатанное кладем вот так на противень. Раз. Также раскатываем второй пласт теста. И пока его убираем в сторону. Собираем курник. Да, именно собираем. Значит, на первый слой теста мы выкладываем блин. Раз. А затем туда отправляем рис с яйцом. Только рис с яйцом делим на две части. Выкладываем ровно по площади блинчика. И рукой прессуете. То есть у вас должна начинка быть суперплотной. Ее должно побольше вместиться. Сверху на рис выкладываем второй блинчик. Хопа. И также выкладываем рис с яйцом. Я вам тут лишних, знаете, сейчас истории рассказывать не буду. Шуточки-приволочки свои тоже оставлю в сторонке. Дело серьезное. Много технологических процессов. Поэтому четко покажу все. А потом поприкалываемся. Время будет. Следующий блинчик пошел. Опа. Накрываем. На него выкладываем все грибочки и прессуем их. Вновь накрываем блинчиком. В ход идет фарш индейки. Его, как и рис, делим на две части. Блинчик. Все. И еще индейку сверху. Накрываем эту гору начинки блинчиком. И сверху накрываем вторым слоем теста. Оп. Ваша задача тесто плотно поместить на начинку. Вы берете его так, расправляете. Выпускаете лишний воздух. Расправляете. Ровно по кругу прессуете. Плотненько его прижимаете. А теперь ножом по кругу срезаем тесто, оставляя запас. Должна получиться шляпа с полями. Теперь эти поля закручиваем в косичку. Это просто. Вот так. Краешик. Вот так. Хопа. 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 И шляпа превращается в шапку. Шапка мономаха. Готово. А чтобы при запекании получилась красивая золотистая корочка, пирог смазываем взбитым яйцом. И не только тесто сверху. Еще смазывайте наш краешик получившийся. Из обрезков теста можно сделать красивые листики. Пирог-то праздничный, пасхальный. Их тоже не забудьте промазать яйцом. А вот теперь делаем важную дырочку, через которую будет куриться паром наш курник. Прямо вот так вот по центру. Просто чтобы лишняя влага выходила, и чтобы тесто у вас не вздувалось, а правильно готовилось. И смотрите, вот это оставшееся тесто не выкидывайте. Чуть-чуть его так нарежьте его, такими небольшими кусочками. И накидайте его рядом с курником. Хоп-хоп-хоп. Пускай, что добру пропадать. Через 15 минуток достанем это тесто, погрызем, а курник будет готовиться дальше. Ставим пирог в духовку на 35 минут. Так, через 15 минут проделываем быстренькую процедурку. Смотрите, у нас тут курничек начинает. Видите, загорелым каким становиться. Вот прямо не отходя от духовки. И наши вот эти сухарики достаем сюда. Все, это вкусное тесто, хрустящее. Обратненько в духовочку. И готовим дальше. А вот этими сухариками можно наслаждаться. Ждем еще 20 минут и достаем наш пасхальный курник. Шапка мономаха готова. Еще туда рубинов добавить и все. Ах, какой красивый курничек. Вот так. Опа. Вот он пар, видите? Курица. Из дырочки. Даем пирогу остыть минут 10 и потом смело нарезаем. Посмотрите, какое тесто. Видите, как оно хрустит, какое оно нежненькое. Вот он, сочнейший, горячий, наивкуснейший курник. Опа. Тоненькое, красивое тесто, сочная, вкусная начинка. И видите, блинчики, которые впитали весь сок. Такое на Пасху приготовить будет вам праздник настоящий. Индейка плотненькая, потом рисок рассыпается, яйцо ощущаешь. А потом такие блинчики сочные. И тесто хрустит. И все вместе это очень здорово. Фарш инди-лайт из 100% мяса индейки универсален и не ограничивает в создании вкусных блюд. А благодаря высокому содержанию белка они получаются сытными и легкими. Инди-лайт в пользу счастья. Чтобы ничего не забыть, берите телефон и фотографируйте ингредиенты рецепта на экране. Для пасхального курника нужны Слоеное бездрожжевое тесто, фарш из индейки, рис, шампиньоны, яйца, сметана, зеленый лук, петрушка, молоко, мука, сахар и подсолнечное масло. Кусок праздничного многослойного пирога 72 рубля. Всем привет! Подожди, подожди, ты не на меня смотри. Вот смотри, видишь камеру? Вот там все, кто лежит на диване, смотрят телевизор, туда говоришь, тогда как будто бы на них прямо смотришь. Поехали! Всем привет! Рубрика для детей и взрослых. Готовьте вместе с детьми, это может быть очень интересно и увлекательно. Сегодня мы вместе с Эрнестом будем творить чудеса, яркие и разноцветные. Будем красить яйца! Да, будем готовить натуральные краски из продуктов и красить пасхальные яйца. Наверняка вы привыкли красить яйца луковой шелухой и еще использовать пищевые красители из пакетиков. Мы же сегодня немножко пооригинальничаем. Краски будут натуральнее некуда, а цвета самые радостные. Ты любишь Пасху? Очень. И что мы с тобой в Пасху делаем обычно? Очень красить яйца, очень красиво. Что мы в конце, когда яйца едим, помнишь? Соревнования. Да, соревнования. У кого сильнее яйцо, да? Я знаю, что нравится. Вот это яйцо. Ну все, ты уже выбрал, да, яйцо? Да. Ну такой яйцо чемпион. Да. Вот и проверим в конце. Яйца вкрутую мы с Эрнестом отварили заранее. Они уже остыли. Приступаем к покраске. У нас будет сегодня 4 вида красителей. 2. 3. 3. 4. 4, красавчик. 4 это 2 и 2. Или это 12 минус 8. Или 132 минус 128. 1094 минус... Ну там, сами знаете. Короче, поехали. Эрнест, первый краситель это краснокочанная капуста. Вы, может быть, не знали, но краснокочанная капуста красит все вообще. Она закрасит вам доску, закрасит вам посуду, закрасит руки. Ну и, конечно, с успехом покрасит яйца. Но самое удивительное, что цвет краснокочанная капуста дает синий. Я пошутил, я не ем, потому что такой косок, если я съел, у меня все зубы выпали. Вот у нас, видите, за неделю выпали 2 передних зуба. Ну, грызть-то можешь вообще, нет? А, ну, боковыми только, да? Вот. Ну, грызи, грызи, полезно. Так, а я тем временем нарезаю мелко капусточку. Просто чем мельче нарубите, тем она больше сока отдаст. Нужно капусточку залить водой и довести до кипения. Это важно, тогда у вас появится хороший насыщенный цвет. Давай, наливай сюда воду. Все, все, подожди, стоп. Ну да, где-то так, хорошо. Смотри, какой цвет уже классный получается, видишь? Вау. Смотри, как тебе? Это вот натуральный продукт, капуста. Как только вода закипит, цвет станет интенсивнее в несколько раз. Теперь, следующий наш цвет, это будет каркаде. Да, давай, сколько? Давай, ну сыпь, ну немного. Эрик, ты чай каркаде пил? Нет. Ну как нет? Помнишь, пару раз я дома заваривал такой чай? Розовенький и кисленький такой. Еще его называют суданская роза. Так, Эрнесс, смотри, теперь заливаем кипятком каркаде. Тоже, видишь, он начинает краснее становиться. Аккуратненько, подуй. Нет. Ну подуй, подуй. Ну подожди, ты пил такой чай? Как это нет? Там горячая ложка, ты чай? На. Ну, тебе язык, покажи язык. Смотри, в капусте язык. На, сейчас каркаде будет. Попробуй. Ну, вкусно? Очень полезно и вкусно. Все, откладываем в сторонку, видите, цвет прям на глазах будет становиться ярче и ярче, насыщеннее и насыщеннее. Приступаем к третьему красителю. Наливаем кипяток в миску и открываем баночку с желтым порошком. Никакой химии, все натуральное. Куркума. Давай, возьми вот так пальчик, туда опусти и на язычок. Ну, что скажешь? Э! Да. Желтый язык. Ну, желтый язык. Ну как, вкусный вкус? Бросаем щедрую ложечку в кипяток и размешиваем. Желтый цвет готов. Проверяем краситель из краснокочанной капусты. О, смотри, какой яркий цвет. Вообще супер, да? О, смотри, она все ярче и ярче, ярче и ярче. Все синее и синее, ну не чудеса. Выключаем нагрев и даем капустной воде остыть. Зеленый, последний краситель. Для этого нам понадобится старая, добрая, любимая петрушка. Ее надо измельчить, чтобы она дала цвет, поэтому так вот прям добавляем. Немножко водички давай. Еще, еще. Один, два, три. Все. И перебиваем ее вот таким образом. Да! 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 Да-да-да-да-да-да-да-да! Переливаем в миску, и вот вам важный секретик. Чтобы наша зеленая краска хорошо схватилась, туда можно добавить немного уксуса. Капустный краситель уже остыл, тоже переливаем в миску. Ох, какой цвет! Вот у нас получилось 4 краски. Розовая, желтая, зеленая и синяя. Здесь у нас отварные яйца. Отправляем их в краситель Эрик, давай, аккуратненько кидай Мое яйцо, мое яйцо Да, и все Давай ложкой Да, и ты его прям зарывай туда Вот Половину яйца кунаем в краситель и просто так А вот со второй частью проделаем одну классную штуку Гарантирую, дети будут в восторге Так, Эрнест, хочешь сюрприз? Смотри, что я для тебя подготовил Это на яичке? Да, смотри, что мы будем делать Мы сделаем яйца И там на этих яйцах будут твои любимые самолётики Самолётики Мы берём наклеечку, наклеиваем на яйцо После этого яйцо с наклеечкой отправляем в краску И когда мы достанем яйцо Мы потом эту наклеечку снимем И у нас будет вот это место не прокрашено И будет там рисунок самолётика Как вам? Эрнест просто очень любит самолёты Поэтому мы решили сюда наклеить самолёты И у вашей детишки наверняка что-то любят своё Поэтому найдите наклеечки, наклейте и получится красиво Отрывай Опа Би-бам-би-бам-би-бам Только наклейку вам надо очень плотно поместить На яйцо, чтобы у вас краска никуда не заливалась Иначе у вас не получится ровный идеальный рисуночек И ещё один важный момент Фокус получится только с наклейками У которых чёткие контуры нужной фигурки Например, наклейка в виде дирижабля в облаках Неудачный вариант Я вот это хочу, а это как-то можно? А представляешь, просто белое пятно Потом будет, когда ты с яйца снимешь И похоже будет, что это дирижабль вообще какой-то, нет? Нет Не похоже, значит давай не будем делать А что? Давай, выбирай ещё самолётик Вот это можно? Вот это вообще идеальный Давай его отклеивай скорее Да, давай Наклеивай Ммм, самолётик В самолётик Ммм, всё Теперь нужно подождать Эрнэ, знаешь, сколько надо подождать? Ммм Минимум три часа Так долго? Чем дольше вы подождёте, тем насыщеннее и ярче будет свет Тут главное увлечь детей, чтобы во время томительного ожидания Не появилось желание вытащить яйца раньше времени из краски Чё? Эм, почему ты меня на студию зовёшь? Потому что ты хочешь, чтобы я учился готовить и стал шефом Или ты учишь меня готовить, потому что я буду маме готовить? Не, ну я думаю, идея маме готовить маме бы понравилась Ну тебе же весело со мной? Ну да Ну чё, ну если мужик умеет готовить, это же классно Ну давай А станешь ты шефом там, куда тебя там занесёт твоя жизнь? Я не знаю, я не настаиваю Но в глубине души, конечно, мечтаю о династии шеф-поваров Бельковичей Достаем яйца из красителей О, красиво как, да? Смотри, стилья, какие жёлтые Вау, вот этот очень красивый А этот вообще какой цель получился интересный Вау Яйцо дракона, да? Да Вот это красиво, да? Выкладывай на салфеночка О, это ещё красивее От каркумы яйца стали жёлтыми От капусты синими От петрушки зелёными А вот каркадея покрасила скорлупу в драконий цвет Но главное, ни один оттенок не повторяется После того, как вы достали яйца из краски Оставьте их буквально минут на 30 Пускай они полностью высохнут А потом надо их намазать маслом За счёт масла цвет будет более яркий и красивый Мы берём так салфетку Наливаем вот так маслице Теперь смотри, берёшь вот так вот одно яйцо Начинаешь маслицем вот так вот его промазывать со всех сторон Смотри, видишь, как оно начинает блестеть? Прям тебе надо полностью его замазать Держи Вот этого маслица хватит То есть масла надо совсем чуть-чуть Давай, а я буду зелёные смазывать Смотри Вот это вообще красиво, да? Смотри, просто Смазали все яйца Теперь можно снимать наклейки Ещё одна порция вау-эффекта обеспечена Смотри, как красиво, да? Вот такое яйцо получилось Вот тебе верное, что чудеса Папа, у тебя затейник А вот это? Так отрывай сам Реально, посмотрите Вот, всё, забирай себе его Это будет твоё яйцо, чемпион А по пасхальной традиции выясняем, кому досталось самое крепкое яйцо Стукаемся Чтобы всё было по-честному Нужно прямо носик об носик бить Раз, два, три Ооо, победил! А давай попками Теперь ты меня бьёшь Ооо, ты меня победил! Я, я, я король У меня яйца король Если яйцо не побито, его есть нельзя Вдруг оно окажется чемпионом Это закон Пасхи Поэтому есть мы будем с Эриком яйца уже разбитые Немножко сольки Будешь? Да И мне немножко Давай, кусаем А, с плакой? Да Что такое вкусное яйцо? По десятибалльной шкале на сколько? Двадцать А, ну да настолько вкусно, не знал С вами был Саша Белькович, Эрнест Белькович Крашеные яйца Команда яйц и врага Да, Эрнест? Да Ладно, я пошёл к следующему рецепту готовиться Давай, Эрнест, там рассказывай что-нибудь Я ем Ммм Люблю вас Для крашеных пасхальных яиц возьмите Варёные яйца, петрушку, краснокочанную капусту, чай каркаде, куркуму, уксус и подсолнечное масло Десяток пасхальных яиц, сто девяносто восемь рублей Королевское яйцо-чемпион бесценно На обед в Пасху предлагаю особенное блюдо Каждый день вы такое делать не будете, а вот на праздник в самый раз будем готовить перепёлок с пряной капустой в лучших русских традициях Блюдо праздничное, вкусное, красивое Перепёлки сейчас продаются В супермаркете легко купить А что я с ними делать, сейчас покажу Признаюсь честно, сам я перепёлки тоже не так уж часто ем, а хотелось бы Это особая роскошь, дамы и господа Но роскошь вполне доступная Готовятся они просто, быстро Главное знать пару секретов Вот они перепёлочки По текстуре мясо примерно так же, как у курицы Грудка более такая сухая, постная, плотная Ножки, бёдрышки, они такие более мягкие, нежные, мясо потемнее Ну а крылышки, ими потом так похрустеть прикольно Бывает такое, что разрезают, готовят только ножки отдельно и так далее Но это не очень классный вариант Круто запечь целиком, она маленькая, очень быстро запекается И просто потом отрезать все кусочки, прямо от неё отрывать и обгладывать косточки И секрет вкусных перепёлок номер один – маринад Это сухой чеснок Он иногда спасает, потому что свежий чеснок тебе надо чистить Брать чеснокодавилку, либо рубить Руки пахнут чесноком потом Альтернатива Открывайте крышечку, вот так вот сухим чесночком немножко Продукт посыпаете, всё, аромат и привкус чеснока есть Руки чесноком не пахнут Закрыли крышечку и всё, и не возитесь Теперь немножко паприки сушёной Для такого красивого красненького цвета Далее подсаливаем Теперь мёд Он даст красивую такую, знаете, загорелую корочку Пропитает сладостью С перепёлкой это очень вкусно Много не надо Мы тут не медовик делаем Чуть-чуть масла Обыкновенного, подсолнечного Просто, чтобы они блестели и потом красиво запекались Перемешиваем Поднимаем крылышко и подмышкой так Ха-ха-ха-ха-ха И здесь тоже Всё, откладываем перепилочки в сторонку Пускай маринуется А мы пока приготовим гарнир Друзья, гарнир будет из капусты Королева, царица вообще овощей русских Все её любят Но я её немножко сделаю в восточном стиле За счёт нута и пряного соуса Нут обожают в странах Ближнего Востока Едят как гарнир, добавляют в закуски Даже делают хрустящим, как чипсы Главное правило – замочить нут на ночь, чтобы он хорошенько набух И примерно часов через 10-12 он у вас становится вот такой Отправляем в кастрюлю Заливаем ещё немножко водой И варим Нуту нужно минимум полчаса В капусту мы его добавим в самом конце Белокочанная капуста Её нужно нарезать вот такими вот шашками Не знаю, в советской кулинарии эта нарезка называлась шашки Можно сказать, что это просто такие, знаете, прямоугольнички Раз, два, три Просто капусточка мягкая – это вкусно И пускай она будет у нас крупна Тогда будет блюдо эффектно выглядеть Теперь репчатый лук Его кубиком помельче Разогреваем сковородку с высокими бортиками Наливаем подсолнечное масло Первое – обжариваем лук Лучок обжаренный даёт определённый вкус С него многие блюда начинаются А потом добавляется всё остальное Всё, лучок слегка обжарили Теперь отправляем туда капусточку Вот так вот На самом деле, вот помните, да, капусточка жареная на сковородке? Как это вкусно! А вот не часто мы такое едим Вы скажете, Саш, ты уже гарнир начал готовить, а перепёлки ещё не поставил Потому что гарниру надо больше времени, чем перепёлка Перепёлочки нежненькие Вот они только приготовились, их надо сразу есть Не могут они стоять, ждать своего момента Вот если бы я курицу большую готовил Такую, на полтора килограмма Курица уже бы давно там была А только после этого бы я начал делать гарнир Ну и плюс, всё должно приготовиться одновременно Чтобы блюдо было горячим, сочным, с пылу, с жару Пора насытить капусту яркими вкусами Аджичка Вот опять же, не надо возиться Не надо какие-то перцы добавлять, искать разные специи и так далее В аджике всё есть для этого блюда Вы просто берёте вот так вот ложечку чайной аджички И туда её так хлоп И сразу же туда отправляем ложечку томатной пасты И теперь вместе пассеруем капусточку Видите, она сейчас немножко покрасится, станет нарядная Красивая Специи начнут отдавать свой аромат и вкус Пропитывать капусточку И получится супер круто Ну а теперь ещё один важный ингредиент Это томаты в собственном соку Это стержень гарнира, соус, вкус Всё, что надо Вот так вот прямо из баночки достаем Насыщенный, вкусный, ароматный Берём помидорку и шкурку вот так вот снимаем Если у вас где-то шкурка там не до конца снимется, не страшно Чуть-чуть останется вообще, не переживайте Не могу без помидоров жить Мой любимый овощ Помидоры режем кубиками и отправляем к капусте И прям берёте вот этот сок из баночки и наливаете туда И теперь спокойно на медленном огне В таком виде тушим капусточку Пока солить не надо, чуть позже подсолим Не забудьте уменьшить нагрев под капустой на минимум И вот сейчас пора ставить запекаться перепёлок Они уже промариновались Значит, вам понадобится противень от духовки Туда кладёте листик пергамента Просто чтобы перепёлочка не прилипала к противню И выкладываем По всей классике кулинарии Перепёлка запекается вот таким вот образом Кладёте её на спинку Видите, грудка сверху? Не вот так вот А именно, знаете, красиво её надо выкладывать На расстоянии друг от друга Чтобы она каждая индивидуально запекалась Маринадика осталась Так можно её полить Можно ставить запекаться Температура 180 градусов Ровно 25 минут И не минутой больше Перепёлку нельзя перепечь Ни в коем случае Это самое большое нарушение Если перепёлка станет сухая Не делайте этого Пора проверить готовность капусты Отлично Вот теперь вот можете её подсолить Чтобы она уже начала солью пропитываться И становиться вкусной Без соли это не вариант Снова накрываем крышкой И продолжаем тушить Смотрим, как поживает нут Видите, как он набух Мягенький стал уже Подсолить его обязательно Раньше не надо Иначе будет дольше вариться Варим ещё 10 минут И нут готов Всё, сливаем эту лишнюю жидкость Нутовая она нам не нужна Добавляем нут в капусту Перемешиваем вместе Вот Тут важный нюанс Если вдруг вам кажется, что блюдо суховато Но не хватает сочности Добавьте просто туда немножко жидкости Вот как у меня Вот я чувствую, что надо добавить Оп, водички Всё, перемешали Далее закрываем крышечкой И продолжаем готовить Через 10 минут в гарнир нужно добавить Свежую мелко нарубленную зелень Здесь у меня петрушка и кинза Листики можно покрупнее Веточки поменьше Зелень даст отличный аромат И станет своеобразной специей Кинза же, это же как кориандр С нутом, с томатами Это будет просто идеально Ну и свежая петрушка Королева зелия, я считаю Посмотрите, какая у нас капусточка Стала мягкая, но не превратилась в кашу Ещё держит форму Я такого результата и добивался Друзья, гарнир готов И торжественно идём за перепёлками Ровно 25 минут прошло Красавицы, запеклись с мёдиком Смотрите, какой цвет у них Это мёдик, он начинает карамелизироваться И давать такой красивый оттенок Ну, ребят, аппетитненько же смотрится, да? На тарелку кладём щедрую ложку гарнира А сверху перепёлку Одна птичка на порцию Полетела, зайка, полетела Полетела и приземлилась И больше ничего не надо Просто гарнир и перепёлка Смотрите, покажу, что значит Непересушенная перепёлка Сок течёт Вот ещё 5 минут в духовке Всё, крышка есть Точно крышка, я вам говорю А сейчас она нежненькая такая Видите, прям сочная, мягкая Не терпится попробовать Знаете, у неё вот этот привкус Не просто курочка А такая она, знаете, прям какая-то вот Немножко дикая А вот это как раз то, что в ней ценится Слушайте, классно, а? Такая капусточка пряная Такой лёгкий восточный стиль На гарнир к перепёлочке идеально Готовьте перепёлочку И будьте счастливы Кубань Продукт делает томаты В собственном соку Из помидоров, выращенных на своих полях В Краснодарском крае А современные технологии Сохраняют вкус и пользу овощей Кубань Продукт Кубанский подарок к вашему столу Я уверен, что вы заходите на Пасху Порадовать близких таким блюдом Поэтому берите телефон И фотографируйте ингредиенты на экране Для запечённой перепёлки с пряной капустой Нужны перепёлки Капуста Нут Лук Томаты в собственном соку Сушёный чеснок Аджика Томатная паста Мёд Паприка Кинза Петрушка И подсолнечное масло Порция нежнейшей перепёлочки с гарниром 181 рубль Ну а теперь кулич Ещё один крутой рецепт пасхального кулича от меня В простокухне мы готовили разные куличи И классические, и оригинальные Все рецепты есть на нашем интернет-канале Сегодня будет быстрый кулич Но главное, на чём сосредоточимся Это декор Покажу, как по-быстрому напечь вкусных куличей И эффектно их украсить Рецептов быстрых куличей к пасхе Появляется море Но все они в основном из творожного теста В интернете вы найдёте миллион куличей на твороге Я же вам покажу уникальный быстрый кулич на сгущёнке И это так вкусно, что вы даже не представляете Начнём тесто делать Но не надо туда добавлять никаких дрожжей Быстрое тесто Замесили и выпекли Первым делом растопите сливочное масло Но нельзя перегревать Масло просто должно растопиться, но не отсечься Поэтому, как только масло начало таять Выключаем нагрев и оставляем в горячем сотейнике Маслице само растопится Шесть яиц Разбиваем в большую миску Яйца перемешиваем с ванильным сахаром И обратите внимание Обычного сахара Нет, знаете почему? Потому что у меня будет ещё один сладкий ингредиент Сгущёнка, я вам уже об этом говорил Поэтому обычно сахар туда не идёт И взбиваем до увеличения в объёме Всё, так как это у нас не бисквит Слишком сильно яйца взбивать не надо Ну а теперь сгущёнка Необычная, а варёная Сам кулич получится с таким карамельным привкусом Это, поверьте мне, вообще супер вкусно И всем нравится Нам понадобятся три банки Мы делаем четыре больших кулича Один-два дома оставить Другой родственникам отнести А последний друзьям Ну раздать Куличами надо делиться Тем более, слушайте Такими нарядными куличами Которые я сделаю Нужно не то, что делиться Хвастаться нужно Ну это же чудо, а Смотри, волна пошла, да? Был бы я сёрфер Я бы в этой волне так Прокатился Теперь с сгущёночкой перемешиваем Как раз растопилось сливочное масло Вливаем его в миску и всё перемешиваем Так, отставляем в сторонку Теперь сухие ингредиенты Там дрожжей не будет, не будет Что должно поднимать такое тесто? Мэри? Уксус Молодец! Нет, Мэри, не уксус Разрыхлитель Точно Чтобы разрыхлитель Равномерно распределился Его нужно сначала Смешать с мукой 15 грамм, между прочим Много Теперь вот так вот перемешиваем А можно прям вот так перемешать Лото Всыпаем муку В жидкие ингредиенты И взбиваем Чуть не забыл Щепотка соли Обязательные ингредиенты Любых куличей Это сухофрукты и орехи Не будем тут отступать от традиций Грецкие орешки рубим мелко ножом И не забывайте съесть один Особенно мужики Для мужской силы говорят хорошо Ну, если вы сечёте, о чём я? Ну, а теперь так же рубим курагу Раз Чик-чик-чик И курага у нас отправляется к орешкам в тесто Лопаточкой вымешиваем Смотрите, какое, да, тесто? Если это положить сейчас в форму для кекса То получится просто кекс Вкусный очень Но мы-то куличи печём Поэтому берём специальные бумажные формочки Которые сейчас продаются в любом магазине И наливаем в каждое тесто Краешки сверху старайтесь не запачкать Куличик, куличик, куличик Теперь аккуратненько его разровняйте ложечкой сверху Просто, чтобы он у вас равномерно поднимался И не был вот такой Теперь отправляем тесто в духовку Ставим сначала на низкую температуру 130 градусов Почему? Тесто у нас не тоненько разложено А выложено в высоту Если будет высокая температура Сверху тесто покрывается корочкой плотной И за счёт этой корочки Уже будет тяжело подниматься Поэтому температура низкая Чтобы оно потихонечку-потихонечку поднималось И становилось воздушное Ставим будущие куличи в духовку на 40 минут Это первый этап запекания 40 минут прошло Теперь мы добавляем температуру до 150 градусов И ещё выпекаем 20 минут Каждый год перед Пасхой И отбираю для вас лучшие пасхальные рецепты Сегодня готовим самые красивые куличи За всю историю программы Сами куличи испечём на раз-два Но с украшением заморочимся Кстати, пасхальные рецепты прошлых лет А также полные выпуски программы Просто Кухня Вы найдёте на нашем интернет-канале Подписывайтесь Готовимся к Пасхе и встрече гостей Праздничное меню от просто кухни Огромный пирог-курник с индейкой Нежнейшие перепёлочки с гарниром И, конечно же, крашеные яйца Для покраски используются только натуральные ингредиенты И никакой химии На десерт приготовим быстрые и невероятно красивые куличи Как из лучших кондитерских Куличи пора доставать из духовки Слушайте, как пахнет вообще, конечно Сумасшествие, карамелью пахнет, орехами Перед тем, как украшать кулич Он должен полностью остыть А мы как раз успеем сделать глазурь Ведь ни один пасхальный кулич без неё не обходится Я для вас припас сегодня Невероятный рецепт глазури Запоминайте Вам понадобится сухое молоко Помните такое? Дети вообще, наверное, современные Не знают, что это такое А раньше для меня это был десерт Мы просто ходили ложкой сухое молоко ели И сейчас она продаётся в Бакалеях В любом магазине Фишка этой глазури, что она подсохнет Но она не будет ломаться Она всегда будет такая немножко как бы тянучая Добавляем сгущёнку И немного лимонного сока для кислинки Вот и все премудрости И замешиваем Вот такая текстура Не жиже и не гуще Глазировочка готова С остывших куличей снимаем бумажные формы И покрываем глазурью Кладёте её в центр Ложечкой подразмазываете её Вот сюда вот чуть-чуть Сюда чуть-чуть И она сама стечёт там, где надо И стечёт правильно и красиво Заглазировали куличи Теперь начинается самое интересное Думаете, буду разноцветной посыпочкой С пакетика сверху посыпать? Нет, друзья Сделаю супер стиль Начнём с мха Не удивляйтесь Мох, знаете, в лесу растёт Расскажу Лет 10 назад Все шефы использовали один и тот же приём Эта технология называется Спонж Губка Вот то же самое делается из теста Очень просто Одно яйцо Сахарный песок Перемешиваем как следует Мука И разрыхлитель Разрыхлителя много здесь Потому что нам важно, чтобы тесто быстро поднялось Перемешиваем И добавляем пару капелек зелёного красителя Мох же зелёный Только это пищевой краситель, не удивляйтесь Теперь распределяем тесто в стаканчики Используем бумажные Из них готовый мох проще доставать А теперь отправляем в микроволновку ровно на одну минуту Ставим самый мощный режим И стартуем Ой, вы бы видели, что там происходит А оно прям так поднимается Пожалуйста Как вам такое, а? Когда это подостынет, я достану из стаканчика Вы тогда увидите Что это настоящий зелёный мох из леса Так, пока наш спонж отдыхает Мы сделаем ещё кое-что красивое для украшения А-ля перепелиные яйца Морковку Только это будет не из какой-то мастики Либо миндальной муки Знаете, как марципан делают Мы с вами сделаем то же самое Из маршмеллоу Купить такой зефир можно где угодно Топим маршмеллоу в микроволновке Буквально полминуты Оооо Он у нас сладкий, маршмеллоу Туда нужно добавить немножко лимонного сока Чтобы кислиночка у него появилась Так, теперь мы делаем фигурки Которые будут из пяти цветов Значит, нам нужно пять мисочек Раз, два, три, четыре, пять Давай, делим на пять частей Немножко сюда Чуть-чуть сюда В каждую миску добавляем по капле красителя Красный, жёлтый, оранжевый, синий и зелёный Чтобы у нас получилась плотная масса Нам нужно вот это вот Растопленный маршмеллоу с красителями Замешать сахарной пудрой Раз, перемешиваем Главное всё сделать быстро Пока масса не застыла Поэтому лучше позовите помощников Марина, нужны женские нежные руки Замешивай до однородной текстуры Должен как пластилин получиться Только чуть-чуть помягче Из полученной массы катаем Маленькие разноцветные яйца А чтобы они не прилипали к рукам Добавьте немного сахарной пудры Всё, вот такое И отправили в тарелочку Шарик, ещё один пошёл Опа А из оранжевого зефирного пластилина Мы сделали морковки Можно украшать куличи Сначала выкладываем мох Посмотрите, какая текстура Просто отрывайте небольшие кусочки И украшайте сверху кулич Красненькое яичко так Раз Оп Давайте вот сюда красненькое Красненькое Теперь рядышком где-нибудь зелёненькие Жёлтенькие пошли, да, Марин? Сюда раз Завершаем полянки морковками И любуемся результатом Вот если вы такие куличи Положите на витрину В модном ресторане У вас их разберут Ровно за один час А раз Опа Карамельный, вкусный И самое крутое, что у неё глазурь Прямо стала такая красивая А внутри она вот так осталась Такая нежная Пахнет бесподобно Сумасшествие Слушайте, невероятный вкус Карамельный шишаш Тухофрукты Вот кусочек такого кулича съесть Это будет прекрасно Часто же люди объедают Особенно дети там где глазурь А всё остальное оставляют А этот кулич, поверьте мне Съедят от начала до конца Забирайте от меня его сейчас Я сейчас всё съем Дополните ужин вкусом лета И природной пользы клубники и яблок Вместе с новинкой Добрый яблоко-клубника Сканируйте QR-код И узнавайте, как получить больше жизненных сил Чтобы приготовить самые красивые и быстрые куличи Возьмите Варёную сгущёнку Сливочное масло Яйца Муку Курагу Грецкие орехи Зефир Маршмеллоу Сгущённое молоко Сухое молоко Сахарную пудру Разрыхлитель Ванильный сахар Обычный сахар Лимон И пищевые красители Кусок сочного кулича в глазури 72 рубля Мои дорогие, пробуйте кулич Уверен, вам понравится Желаю вам успеть переделать до праздника все дела Навести чистоту в доме И порядок в душе Накрасить целую гору яиц И напечь идеальных куличей Следите за проектом в наших социальных сетях Субтитры создавал DimaTorzok